Больше 30 машин и мотоциклов проехали по улицам города-героя с российскими триколорами. В Волгограде состоялся автопробег. Депутаты городской думы при поддержке депутата государственной думы Андрея Гимбатова провели акцию «В нем честь и гордость и отвага». А все подробности у Ильи Власенко. На площади Ленина свыше 30 автомобилей и мотоциклов. Здесь общественники, активисты, жители города. Вместе с российским флагом участники разместили на своих машинах флаги с логотипом «За наших» и «Знамя Победы». Для нас флаг – это наша святыня, такая же, как и гимн. И очень приятно, что вот такой отклик есть не только среди депутатов Волгоградской думы, но и простых жителей города Волгограда. И когда мы отмечаем день российского флага, то, конечно же, эта сила, которая есть и передается нам от наших предков, наших победителей, делает нас еще сильнее. У музея панорамы «Сталинградская битва» участники автопробега сформировали две колонны. Одна отправилась на юг, вторая – на север Волгограда. Водители встречных машин сигналили волгоградцам, выражая свою поддержку. Очень великий праздник, праздник нашего флага. Ну и без второго флага, без флага Победы обойтись, я думаю, просто невозможно. Считаю очень важным для поколения, это очень поучительный момент. У северной колонны конечной точкой маршрута стала площадь перед Домом культуры в Тракторозаводском районе. Южная колонна по пути совершила остановку в воинской части поселка Максима Горького в Советском районе. Участники автопробега передали в дар командиру части освещенные иконы. В преддверии российского флага хотели сделать такой автопробег и вручить вам эти иконы, которые батюшки намолили, чтобы они защищали наших бойцов, чтобы они защищали, в свою очередь, нашу Родину. Потому что с нами Бог и мы победим. Финишировала южная колонна на Севастопольской набережной Красноармейского района, где для местных жителей организовали праздничный концерт. Под этим флагом подписываются важнейшие документы. Именно с этим флагом наши солдаты и офицеры совершают подвиг. Желаю вам крепчайшего здоровья, чтобы всегда символ Российской Федерации был у нас у всех в душе. И тогда мы стоим самыми сильными. Флаги России в преддверии праздника размещены на улицах, скверах, парках и учреждениях Волгограда. Многие жители города даже водрузили триколор на своих окнах и балконах. Мы сегодня осуществили вот этот, я считаю, значимый автопробег, который не просто приурочен к празднику флага, а также еще поддерживает нашу армию, поддерживает нашего президента и всю спецоперацию в целом. День российского флага – один из важнейших праздников для всех жителей нашей большой, великой страны. Только на территории Волгоградской области проживают представители более 140 национальностей. Культурное, языковое, религиозное многообразие всегда было и остается источником силы и отличительной чертой всей нашей большой страны и Волгоградской области. Илья Власенко, Рубен Тальский. Время новостей.